Алтай-Баскет отправляется на первые выездные игры сезона в рамках регулярного чемпионата Суперлиги 3. Сегодня команда провела заключительную тренировку в спортивном комплексе Победы и уже вечером отправится в Тобольск. Дмитрий Гладких расскажет о победном настроении спортсменов. Для Алтай-Баскета это последняя тренировка перед выездом по маршруту Тобольск-Екатеринбург. Почти месяц наш коллектив усиленно работал в спортивном комплексе Победы, тогда как соперники проводили официальные матчи. Наша команда, Турский Арсенал и Курские Русичи провели всего по 4 игры, остальные больше. Уфиницы вовсе провел уже 8 встреч. Любой спортсмен скажет, быть в постоянном игровом тонусе намного лучше, чем каждый день работать на тренировках. На самом деле это действительно тяжело, потому что пропадает игровая практика. Но мы подкорректировали нюансы некоторые, которые были у нас в прошлых играх. Это на Кубок России. И еще раз говорю, едем побеждать. Как бы настроение хорошее. Сегодня баскетболисты под руководством главного тренера отработали комбинации. Разобрали различные варианты игры в защите и в нападении. Всего в поездку отправятся 12 человек. 10 игроков, главный тренер АБ и доктор команды. Ассистенты Михаила Терехова останутся в Барнауле, где продолжат работать с молодыми баскетболистами. Сергеем Зинкевичем, Александром Куфлопаровым, Сергеем Лапиным и Сергеем Перегудовым. Ребята физически очень свежие. По игре, конечно, и сголодались. Что будет касаться каких-то правильных принятых игровых решений, мы это посмотрим уже в игре. Да, месячный перерыв с психологической точки зрения вот так оказывает влияние на команду. Но так не каждый раз случается. Что будет в этот раз, мы увидим. Сегодня вечером наши баскетболисты поездом отправятся в Тобольск, где уже 17 и 18 ноября нашей команде предстоит провести два матча против местного нефтехимика. Следом бронзовый призер Суперлиги 2 отправится в Екатеринбург, где 21 и 22 числах встретятся с местным Уралмашем. В краевую столицу барнаульцы вернутся 23 ноября. Мы будем следить за выступлением нашей команды, о результатах матча и расскажем в выпусках новостей. Дмитрий Гладких, Роман Хайрулин. Новости.